Мы находимся в каких-то неимоверных дебрях в 170 километрах от нашего города Большая часть дороги была далеко не самого лучшего качества И сейчас мы находимся вот в таком вот совершенно пустынном месте Где в час, наверное, проезжает две машины максимум Нашел со спутника весьма интересные деревни, которые находятся прямиком вот здесь Когда-то тут была дорога, которая вела к ним Сейчас эта дорога уже весьма сильно заросла, как я вижу И в данный момент мы отправляемся в эти деревни, до которых нам нужно будет пройти около трех километров Возможно, в какие-то дома еще кто-то приезжает, но мне кажется, большая часть построек наверняка уже брошена Поэтому, если вам интересно вместе с нами прогуляться в эту неизвестность, то не выключайте это видео Сейчас мы возьмем вещи и отправимся туда Итак, ребят, заходим в деревню Вот у нас первые рухнувшие постройки И смотрите, здесь висит знак Не знаю, что это за шутка Может, какой-то местный житель, который тут по-прежнему живет, повесил его Обгон запрещен Да, на таких дорогах обгонять, конечно, крайне не рекомендуется На столбе написано 1988 год Все это необычайно странно По-моему, в этот знак уже кто-то стрелял Итак, первый дом На нашем пути Назовем его так Смотрите, опять же, печь сломана Но здесь уцелели фотографии Опять же, все это весьма удивительно Такой вот погром Валяется мебель Пол проваливается Но при этом на стенах по-прежнему висят фотографии Есть счетчик Висит люстра Хозяева этого дома когда-то учились в Казьмодемьянском совхозтехникуме И вот тут, видимо, фотоальбом с их учебы Вот так вот он когда-то выглядел Руководители Классный руководитель Это альбом, когда выпускаешься Делали такие Красиво все выглядело Как какой-то санаторий в Абхазии Если честно, я сомневаюсь, что это техникум Потому что я знаю, где он находится Или они просто брали какие-то красивые фотографии И на их фоне руководителей клеили Это в Ярославле речной вокзал Вроде как Набережная Волковский театр Достаточно странный, конечно, альбом Просто лица Учащихся и преподавателей На совершенно хаотичных фонах Интересно, какой-то год Площадь труда Старая фотография В общем, а сейчас этого техникума Уже нет Вокзал Олеся говорит, что сейчас этого техникума Уже не существует Его соединились мои Мы его закрыли, перевели Остатки в наш техникум Где училась я Вот, собственно, и все Весь альбом Вот они Чьи-то Одноклассники Одногруппники В прошлом На кухне у нас еще Огромное количество фотографий Которые, опять же, никто не забрал Как это неудивительно Вот, смотрите Три рамки, наполненные фотографиями Люди не забирают фотографии Как это ни странно Служба в армии Возможно, какая-то работа Дети на санках катаются Какие-то из них наверняка сделаны в этой деревне Дети уже постарше Привет из Германии Друзья, дети, родственники Машина Москвич или Волга Да, наверняка это был Один из лучших дней в его жизни Служил в Германии Машина В советские времена, конечно, это было Наверняка очень элитно А сейчас все это На какой-то заброшенной кухне Доживает свои последние деньки Никому не нужным Привет, меня зовут Бутямина Олеся И многие наши постоянные зрители Привыкли видеть меня в заброшенных деревнях Но сегодня я хочу познакомиться с вами Немного поближе И рассказать вам о своей профессии Я являюсь дипломированным нутрициологом Специалистом по сбалансированному питанию Здоровому образу жизни И профилактике заболеваний Я помогаю нормализовать вес Без строгих диет и строгих ограничений Я помогаю изменить пищевые привычки человека И прийти в его лучшую форму Без стресса для организма Подробнее, с какими вопросами я работаю Вы сейчас видите на своем экране Чтобы узнать подробности О моем формате работы и стоимости Вы можете написать мне лично в телеграм-аккаунт Ссылку я оставляю в описании к видео А также каждый подписчик нашего канала Кто напишет мне «Хочу подробностей» Получает скидку в 20% Врать не буду Деревня не полностью вымершая Куда мы пришли Как минимум в один дом по-прежнему приезжают Там таксофон, там скошенная трава Сейчас там вроде как никого нет Насчет остальных домов пока что не уверен Как мы и предполагали Возможно в один-два дома сюда все еще кто-то приезжает Колодец И дальше у нас идет огромное количество домов И как раз столбы идут вдоль домов Подходим к следующему дому Как вы видите Все очень сильно заросло Весь дом в траве Сейчас будем подходить, смотреть Вместо огорода заросли Забор еще держится из последних сил Видимо бывшая антенна И вот у нас дом закрыт На такой вот чопик Достаточно Мрачно внутри Черная дверь На ней Какая-то табличка Все сильно закопчено внутри Ну все вещи на месте Печни разобрана Фотографии все в копоте Часы в копоте Печку топили что ли Да, что-то тут явно не открыли Смотрите, весь потолок в копоте То есть Немножечко жутко все это выглядит Честно говоря Смотрите, в доме уже Копошились Вещи выкинуты Искали что-то ценное Весь дом внутри в копоте Что это, буржуйка что ли? Так вот, наверное, ее и тупили Вот у нас рамка С фотографиями На нее высыпали пуговицы Искали монетки Уцелело несколько фотографий Гуляют с ребенком Какие-то дома строятся Да, когда-то здесь были Эти женщины А сейчас Тут творится какой-то ужас Когда-то сюда приходили Из советской армии Судя по всем этим фотографиям А сейчас, конечно, лучшие дни Этих домов Уже давным-давно позади Мыло Нераспакованное Приемник тоже весь Закопченный Развернутый телевизор Зеркало, в которое ничего не видно И смотрите В доме все еще есть электричество И оно даже мигает Такое ощущение, что электричество Что-то потребляет в доме до сих пор Мигает достаточно быстро Многие не верят, что в таких домах Есть электричество, но Это встречается достаточно часто Какая-то посуда Вот еще одна фотография Часики немножечко напоминают Silent Hill Смотрите Достаточно современные фотографии Надеюсь, сейчас вам видно Газель Какие-то сани Лошадь с телегой Какие-то будни, видимо Из жизни Этой деревни В недавнем прошлом Посиделки Какой-то странный Автомобиль На заднем фоне Не могу понять, что это Вот, смотрите В армейской форме Может, из армии возвращаются Почему тут все такое Копченое 2018 год То есть, приезжали сюда Совсем недавно Итак, ребят Двигаемся потихонечку дальше Тут у нас целая улица И очень много-много домов Вот они уходят Куда-то За горизонт Конца и края Им не видно И вроде как Все они, по крайней мере Находятся Внешне В достаточно В неплохом состоянии Опять же Как мы видим Большая часть из них Заросшая Никаких заборов Огородов Все просто Заросло Двухметровой Крапивой И вот мы подошли К следующему Подобному Дому На всех домах Есть номерки Это у нас Дом номер 5 Явно в этом году Никто сюда не приезжал Там вижу Находится Еще один дом Итак Замков нет Дверь Спокойно Открывается Внутри Стоят Памперсы И полный Ковардак Как мы видим Внутри Творится ужас Даже в таком доме Есть Электричество Я не знаю Видно вам сейчас Или нет Но красный огонек На счетчике По прежнему горит За окном Двухметровая крапива Внутри все Переломано Вот смотрите Лежит старый телевизор Рекорд 350 Лежат Таблетки Очки То есть Явно старые люди Тут жили А потом Пришли мародеры И раскурочили Весь их дом И теперь Внутри Вот такой Вот ковардак Но при этом Даже в таком Разломанном доме Все еще Есть электричество Как это ни странно Нашли вот такую Тут фотографию Возможно Бывшие жители дома И вот такая вот Странная бутылка Лежит Память 1955 год Сухуми Что ли написано С Новым Годом То есть Какая-то бутылка Такая необычная Может какое-то Вино На Новый Год Туда кто-то ездил Купил такой Сувенирчик Да Или прислали Также Лежит дневник 70-х годов 72-го по 73-й год Да Давно дело было Кто-то учился На четверки И пятерки Нет На тройке Даже палуби На пятерку Как-то вообще возможно В этом доме Нашли огромное количество Открыток С какими-то росписями Открытки Прямо целыми наборами Лежат Посвященные Олимпиаде Вот это Видимо Какие-то Открытки Из этих наборов А дальше Идут целые Упаковки Советские Спортсмены Чемпионы СССР Европы Мира Олимпийских Игр Сборная СССР 71-й год Что ли Не знаю Может среди Коллекционеров Это представляет Какую-то ценность Города СССР Рыбинск Тоже Открытки Внутри Люди Фильмы Встречи Хроника Выпуск 2 И какой-нибудь Коллекционер Бегает За этой Открыткой А они Просто лежат В этом Брошенном Доме Сергей Бондарчук Фото Сувенир Тоже Внутри Что-то Есть Олимпийцы Среди Нас СССР Сирень Гости Фестиваля Московский Международный И вот Еще Что-то С Олимпиадой Восьмидесятого Года Связано Вот такие Сувенирчики Когда-то Здесь Были Кто-то Когда-то Кому-то Покупал В подарок Кадры С тех Далеких Деньков Когда Взлетал Олимпийский Мишка Здесь У нас Внуки Пишут Дедушке Один внук Что получили Его письма А в письмах Дедушка Отсылал Деньги Это мы узнали Из писем Мамы его Да И мама Также пишет Что теперь Он все письма Открывает Первый В надежде Найти там Деньги Вот Также Внук Писал Дедушке Что учится Хорошо Хотя мама Писала Что он Вообще Учится Очень плохо От рук Отбился Видимо Врал Чтобы тот Ему Деньги Присылал Или не Переставал Присылать И в общем Какие-то Бытовые Проблемы Они тут Обсуждают Хотят Установить Водонагреватель У кого-то Украли мешок Картошки В подъезде В общем Такие Житейские Какие-то Вопросы Пишут Что все Нет времени Навестить Их в деревне Аля Саша Юра Аля Это их дочка Саша Видимо Ее муж Ой Саша Это ребенок Ее внук И Юра Видимо Муж Уехали Они В другой Огромное Количество Писем Они тут Переписывались А если Они тут Переписывались Значит Сюда Раньше Ходил Почтальон 98 Год Я нашла На этом Марке И приносил Сюда Письма Что кажется Сейчас Невероятным В эту Заброшенную Деревню Вот сейчас Просто Не может Прийти Никакой Почтальон И ничего Принести А раньше Видимо Это было Обычным Делом Вон Сколько Писем Их Постоянно Сюда Доставляли Опять же Покажу Вам улицу Вон Дома У нас Уходят Куда-то За горизонт И вот Так Вот Идет Длинная Дорога И бесконечные Дома Вдоль Нее Подходим К следующему Дому Он явно Заброшен Очень давно И явно Мне кажется Внутри Уже Совершенно Нет Ничего Интересного Итак Следующие Дома Вот так Вот у нас Все это Выглядит Не до конца Понятно Куда приезжают Куда нет Здесь По крайней мере Нет никакого Забора Все Достаточно Заросшее Но возможно Еще иногда Возвращаются Сейчас Подойдем Посмотрим Вокруг Какие-то Разрушенные Бани Сарай Вон там Впереди Стоит здание На нем Написано 1991 Стоит Продолжение следует 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 Мэн Мэнг, что ли? Или Мэнфэгэ? Мэнфэгэ, Ко. Ко. Зингер, короче. Итак, ребята, вот табличка. То есть это машинка Зингер. Смотрите, она я не знаю, сколько ей лет, она в ржавчине уже вся лежала в углу. Не поднимается уже лапка. Всё, тут уже заржавело. Ну-ка, иголка. Нет, тоже уже не этот. Но она крутится. Но иголка уже не поднимается. И вот она ещё вот так вот делает. Там какая-то тряпочка лежит. Какие-то внутренности. Шпульку. Шпульки нет. То есть первый раз за все наши походы мы нашли машинку Зингер. Да и вообще хоть какую-то швейную машинку. Прямо раритет, раритет. Да. Рядом с монитором, с таким вот старым, лежит что-то очень странное. Кто-то расплавил всё тело куклы до головы. И сделал вот такую вот фигурку. Это как из фильма «Нечто». И просто оставил это дома. Согласитесь, это очень странно. Посмотрел только что упаковки с чаем. Одна произведена в пятом году, вторая произведена в шестнадцатом году. И вот смотрите, у нас тут стоит такая вот советская игрушка, крокодил Гена. Пылью покрытый первый раз такого вижу. Может у вас в детстве такой был. Вспомнит кто-нибудь. Давайте засниму вам по-быстренькому фотографии бывших жильцов этого дома. Вот, видимо, семья. Папа, мама и ребёнок. Андрей. Это их дедушка, скорее всего. С бабушкой. Вот, смотрите, свадьбы. Какие-то парочки из этого дома. Видимо, свадьба детей. Служба в армии. Переславль-Залезский. Блин, все такие красивые, в форме. Но закончилось всё как-то очень печально. Мотоцикл. То есть катались на мотоцикле в эту деревню. Вот опять же дети. Заводили детей, женились. Какие-то фотосессии устраивали. В этих местах всё это кажется сейчас просто невероятным. Стоим в какой-то заброшенной, заросшей деревне. Отец с ребёнком. Опять же, служба в армии. Свадьба. Ещё одна свадьба. То есть все эти деревни прямо были наполнены жизнью и событиями. Явно было немногим скучнее, чем в городе. И вот чья-то дочка. И Олеся там нашла ещё целую коробку фотографий. Их там сотни. И нашла какие-то советские документы. Смотрите, паспорт СССР лежит здесь. Давайте я вам покажу. Вот так вот звали эту женщину. 66-й год. Город Иркутск. И вот так вот она выглядела в паспорте СССР. Я удивлён, что мы, конечно, нашли вообще здесь этот паспорт. Также тут у нас есть диплом. И всё это брошено. Брошено. Почему? В открытом просто доме. Никто это с собой не забирает. Удостоверение классного специалиста вооружённых сил СССР. Неплохо я вам не вру. Тут действительно так и написано. Лебедев Андрей. Министерство обороны СССР. А вот здесь фотографии, видимо, у дома. Ребята. Да, вот фотографии у дома. Смотрите, раньше тут был забор, где мы входили. Сейчас ничего нет. Всё открыто, всё зарастает. Вот, играли тут на гитаре парить с костылём. Навернулся с мотоцикла, может. Или из какого-нибудь шалаша. Вот, смотрите, по этой деревне когда-то катались на велосипедах люди. То есть, дорога явно здесь была получше. Всё было не таким заросшим. Всё косилось. Можно было доехать спокойно на каком-нибудь транспорте, мотоцикле, велосипеде, машине. Но сейчас всё это кажется такими далёкими дебрями. Это вот мама этого Андрея, я так понимаю, Лидия. В санатории. Большие соли. Лечебная книжка. 71-70-й год. Выбирались отсюда в санаторий, представляешь? Да, жители деревень когда-то выбирались в санатории. Да вообще они выбирались везде. Сейчас, если ты житель деревни... Со входе работали. Ты, мне кажется, обречён. Или обречён быть рабом каких-нибудь богатых москвичей. Вот и всё. Потому что во время прорыва люди из деревни никому не нужны. Какой-то ишь, номер. Ремонтируют что-то там. Химичат. Мне кажется, осень, потому что все в шапках. По крайней мере, достаточно холодно на улице. Достал альбом, который тут лежал, пока Олеся смотрит сотни вот этих всех фотографий. Может, чтобы найти там что-нибудь интересное. Нашла какое-то очередное удостоверение. Давайте посмотрим, что вот в этом старом альбоме находится. Я его открываю впервые. Связь РВСН. Пластырь. Смотрите. Сразу же с лёту фотографии. Это Андрей. Думаешь, что он? Да, это он. Он, возможно, даже в этой деревне. И вот, смотрите, 83-85 год. Какой-то рисуночек. Наверное, никто не кое-какил. Ракета. Была же почётная. Нарисована. Какой-то герб какого-то города. Переславль-Залезский. Сейчас, наверняка, все эти части уже сравнялись с землёй. В принципе, вот так вот выглядит весь альбом. Какие-то лица незнакомых нам людей. Возможно, та военная часть, где он служил. Какая-то небольшая фотография. Скорее всего, этот дом уже не существует. Вот он здесь, где-то в родных краях. С какими-то девчонками фотографируется. Санаторий. Золотой колос. Какая-то путёвочка. Вот ещё золотой колос. Вот, все они ездили туда когда-то отдыхать. Всей семьёй. Вот такой вот он альбом. Дембельский. Семьсот тридцать дней в СА. То есть, два года, да. Два года он там провёл. Большая достаточно часть жизни. Сложно забыть два года. Он со своей сестрой. Да, я говорю, она старше. Это Римма. Это Андрей. А вот здесь один он. Это я не знаю. Вот это слово. Интересно. Ребят, смотрите, фотография 58-го года. Это как с какой-то другой планеты. То есть, это вообще другая эпоха. Другие люди вообще. Всё другое. Другие развлечения. Серьёзно. На память младшему брату. От? От кого-то. От Марии какой-то. 58-й год. Ярославль. Мозаика. Лежала на шкафе. Какой-то рисунок стоит. Лось. Ёлочки. И какие-то домики. Олеся говорит, что у неё была такая в детстве. Ну, наподобие, да. У меня такой не было. Ну, я просто не очень понимаю, в чём заключается веселье. То есть, у вас есть вот такая площадка. Есть пуговицы. Вот такие вы их сюда вставляете. Да. Я делала только цветочек и домик. И это всё? Ну, да. Ну, согласитесь, по современным меркам. Это странно, да? Это странно. Но почему? Можно занять ребёнка этим. Нет, смотри, ну, маленького ребёнка под присмотром. Потому что это, они большие, они яркие. А проглотить их? Ну, под присмотром. Я же говорю, видишь, вот такое и такое я и делала в детстве. Смотрите, если у вас в детстве был такой конструктор, и вы играли в него, то пишите в комментариях. Потому что я вижу его в первый раз в жизни. Ну, так, для развития тактильные вставляют тут что-то. Я на чердаке. Я на чердаке. Остальные чердаки не показывал вам, потому что там была пустота. В принципе, как и здесь, лежит какой-то немногочисленный, абсолютно неинтересный хлам. Но также здесь есть кукла. Многие из вас, конечно, не разделяют моих страхов по поводу этих кукол в заброшенных домах. Но выглядят они необычайно жутко, и я не понимаю, что в этом доме делали с куклами. Одна была расплавленная, вторая повешенная. Смотрите, это не я наматывал. То есть кто-то намотал ей какие-то чулки на шею. Только не говорите, что это выглядит нормально. Это выглядит офигенно жутко. Это вообще какое-то полное безумие. Что в этом доме делали с куклами? Пускай она здесь проводит свои оставшиеся дни в спокойствии. Мне кажется, у нее была нелегкая жизнь. Я думаю, надо выбираться нам уже из этого дома и двигаться дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...